Первые итоги. Тамила Афанасьева отличилась за первый год своей депутатской деятельности в областном совете. Только за прошедший 21 год было подано 36 обращений, из которых абсолютное большинство было поддержано. Отмечу, что они в основном касались социальных сфер жизни. Для нас очень важно, чтобы люди объединялись и слышали, чем помогают и делают другие. Потому что сегодня здесь присутствует общественная организация 911, которая занимается поиском детей. И они уже больше двух лет и занимаются именно тем, что они ищут платформу для того, чтобы создать единый поиск детей по всей Украине. Вот мы сделали обращение от областного совета. У нас большая проблема с бездомными животными. И это тоже было обращение от областного совета, которое было инициировано мной, командой общественников, волонтеров. То есть мы делаем те инициативы, которые важны для города, для жителей, для общественности. И вот даже филармония, которую мы назвали имени Давида Ойстраха, это тоже такой большой шаг победы всей культурного сообщества. На мероприятии присутствовали и представители разных общественных организаций. Они отмечают, что благодаря такому сотрудничеству с депутатским корпусом и наиболее активными его представителями, наконец-то, были услышаны. Примером может служить единый колл-центр, который будет систематизировать организацию поиска пропавших детей. Благодаря поддержке Тамилы Афанасьевой было 17 декабря 2021 года принято на сессии областного совета решение о обращении с соответствующими документами и впоследствии создание рабочей группы по созданию такого колл-центра. Поэтому я считаю, что это первое в Украине такое решение, принятое в масштабах Украины. На этот год уже также составлены планы. Тамила Афанасьева рассказывает, что в 2022 году планируют сделать акцент на поддержке и защите прав людей с инвалидностью. Среди будущих обращений и вопросы, которые касаются доступности для людей с ограниченными возможностями, в основном они связаны со строительством пандусов и установок табличек на языке Брайля. У нас основная задача – это национальный план и конвенция ООН по правам инвалидов. Это очень большая работа, потому что правительство и власть запустила этот национальный план в соответствии с конвенцией ООН. Но, к сожалению, практически большинство ОТГ и некоторые районные администрации не то, что не поддержали этот план, они даже не сделали социальные выплаты и защиту инвалидов. И поэтому мы сейчас тоже здесь присутствуют порядка пяти общественных организаций, которые тоже борются за права инвалидов. Поэтому, как я и говорила, дети, бездомные животные и права инвалидов – это основная тезиса на ближайшее время по защите.